Сегодня, как и в любой день до этого, не будет обзора на онгоинг или современное анимцо, расскажу же о неизвестном вам шедевре. Шарил я, значит, на просторах сайта с анимешками и думал, чем бы поживиться на этот раз. Зайдя в раздел со специфичными рисовками и сомнительным сюжетом, я наткнулся на мертвые листья, и, как бы стрёмно это ни звучало, самое отбитое ждало впереди. Но не сразу. Как и всякие мыслящие атаку, а не тупое животное, жрущее всё подряд, я приступил к изучению водной информации. По минимуму, чтобы особо не спойлерить себя. Тип фильм. Длительность этого эпизода 53 минуты. Я не особо люблю длительные картины на 2 часа, поэтому к таким произведениям отношусь сдержанно. Далее смотрю на дату. Релиз 16 января 2004 года. Опа! У нас тут претенденты старой лиги. У меня нет особых негативных эмоций к этому времени, так как в 2004 году вышли мощный Дзипанк, Призрак в доспехах Невинность, Югио нового поколения, Розен Мейден, Ходячий замок, За облаками, Блич, ненавижу его. Самурай Чамплу, Самурай Ган, Сейм Самураев, Утаката, Интерлюдия, Генсикен, Фаза Луны, Мадлакс, Яблочное Зернышко и ещё хриллион аниме, о которых вы не знали. Да и зачем? Ведь есть я, который расскажет о подобном и сдует пыль за вас. Продолжаем анализировать мёртвые листья, хотя и не являемся ботаниками. Жанры. Приключения, психологическая, комедия, фантастика. В принципе, вопросы только ко второму. Итак, небольшая справочка. Жанр психологическая. Основная цель такого аниме или манги показать, как работает человеческая психология. Самый популярный сюжет, как сообразительный персонаж использует знания психологии, чтобы добиться собственных целей. Теперь ещё раз смотрим на название аниме. Мёртвые листья, звёздная тюряга. Перед просмотром ты надеешься, что там не будет философских размышлений о вилке и шоколаде, а на деле... Маймо шо маймо. Учитывая также рейтинг R+, что означает, что лицам до 17 просмотр строго запрещен, сами догадаетесь, чего ожидать. Итак, вводную информацию я вам дал, теперь приступим ко второй фазе обзора. Сюжееееет. Тут у нас типичная картина утро после выпускного. Главные герои Панди и Ретро очнулись голыми, без памяти, в незнакомом месте. И, конечно, чем ещё заняться в такой странной ситуации? Грабежами и убийствами с последующим разрушением муниципальной собственности в ближайшем городе? НОУ! Да, и это им чертовски хорошо удаётся. Но пока они выбивали из полиции всё дерьмо, заигрались и попались в ловушку. Наших бравых хулиганов вяжут и отправляют ближайшим рейсом на кучу камешков в космосе тюрьму Дэдлифс. Для особо отбитых и морально обделённых отбросов, где загадочная Тян философствует не менее загадочной историей об этом месте и почему оно так называется. Как и во всяком порядочном образовательном учреждении, тут есть свои порядки, с которыми нашим героям предстоит познакомиться. Сначала кушаем чудеса кулинарии, тут проявят заботу и предоставят шланг в рот и нянус. Затем досуг и удовольствие от добычи алмазиков в Майнкрафте. Майнкрафт, ты моя жизнь! Но, не буду врать, не всё так радужно в этом месте, особенно надзиратели. Эти ребята делают, что хотят и могут избавляться от неугодных заключённых, поэтому надо бежать. Не хитрыми телодвижениями нашим героям удается снять рубашки и кандалы, а затем освободить остальных заключённых для массового побега. Так сказать, бунт, блин. Но надзиратели, включая их руководительницу, оказались не такими простыми пирожочками с картошкой. Они были готовы к подобному повороту событий, а потому предусмотрительно запустили вуууууу сигнал. Для затравочки отправили отряды полицейских, а потом просто нескончаемый поток бреда, экшена, попыток в сюжет и жестокости. И я говорю не только об уровне мяса, но еще и о подаче. Все эти корявые вставки, такие же карикатурные лица и декорации, да все аниме это просто ультра насилие, я был явно не готов к такому. Но вы все равно можете испытать это на себе, поэтому я не оглашаю все твисты и сюжетные повороты. Уровень психоделики местами зашкаливает, и этому есть объяснение. Дизайном персонажей, ключевой анимацией и режиссированием занимался Хироюки и Маиши. Он также участвовал в таких проектах, как Гурен Лаган, Евангелион Нового Поколения, Дарлин Ин де Франкс и Самурай Чемплу. Так что даю должное его работе. Но по итогу не могу сказать чего-то конкретного про сам сюжет Dead Leaves. Я долго думал, плакал, пытаясь уловить глубины смысла данного произведения. Но не может так быть, чтобы все это не имело какой-то основы. Понимаете? Первоначального посыла. Может. Но должен оговориться, я не советую это аниме как шедевр. Скорее как что-то, чтобы внести разнообразие или отвлечься. Но перед просмотром предупреждаю, если вы не готовы около часа смотреть на безумие и садомию, местами мерзкую, пошлую, бессмысленную и беспощадную, то советую просто дропнуть это аниме и оставить до худших времен. А так вполне забавно получилось. Мне понравилось и я даже поставил семерочку. Эталонное безумие и нескончаемый поток трэша в рамках комиксов. Так я могу его охарактеризовать, а смотреть или не смотреть решать только вам. Меня зовут Акарин и я продолжаю свой путь с тизио-аниме. Спасибо, что идете со мной. Пока. Пока. Подпись у вас.